В эту гавань корабли такого класса заходят редко, но в этот раз капитан четырёхпалубного круизного теплохода сделал исключение. На несколько часов он причалил к пристани в Вольске. Полуторачасовая остановка для экскурсий по историческому волжскому городу. Для удобства пассажиров разделили на группы. Начали знакомство с провинциальным Вольском с набережной. Вольск, а точнее монастырское село Малыковка, был основан в конце 17-го столетия крестьянами Московского Новоспасского монастыря. Прогулялись гости и по центральной пешеходной зоне. Её восстановили не так давно, параллельно приведя в порядок исторические строения и инфраструктуру. Мы вообще-то саратовцы, а вот в Вольске никогда не были, поэтому слышали, что тут большой вклад делает Володин. И поэтому хотелось посмотреть, что же такое, как он способствовал обновлению города. Мы впечатлены, мне понравилось очень. Столько домов старинных, купеческих, они реставрированы, красивые очень. Не могли обойти страну экскурсоводы и новую визитную карточку Вольска – городской парк. Его восстановили в этом году в рамках благотворительного проекта спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. С момента открытия парк стал излюбленным местом отдыха для местных жителей и туристов. Парк очень красивый, да. Много цветов цветущих, хорошие клумбы. И вообще это хорошее впечатление. Посмотрите, какие виды замечательные. Красиво очень. Особенно в парке мы посмотрели. Все так ухожено, красиво. Цветочки, туи, там всякое. Очень понравилось. Здесь такая тишина, такое умиротворение. Прям, я говорю, хочется на пенсию и сюда приехать жить. По словам туристов, двух часов для знакомства с Вольском, конечно, мало. Но небольшой провинциальный городок теперь запомнится им навсегда. Многие даже планируют сюда вернуться. Станислав Жижный, Алексей Бредихин, Саратов-24. Продолжение следует...